я вас приветствую друзья в этом видео я хочу вам рассказать на мой взгляд очень интересную и очень занимательную историю которая случилась в 1971 году 24 ноября это одна из тех загадок которые так и не были не были разгаданы несмотря ни на что несмотря на то что были со был составлен фоторопот фоторобот был известен человек свершивший якобы это ограбление это ограбление то есть были свидетели много всяких данных улик и но человека так никогда и не нашли и 2015 году в конце концов фбр но это в сша произошло сдал сдались и они приостановили расследование по этому делу хотя очень серьезно пытались его расследовать оно известно под названием гиби купер этот человек якобы возможно так его звали но гиби купер это само слово гиби имя это как бы ошибочная от одного журналиста пошло неправильно ответившего ситуации но она так и привязалась к этой истории ограбления и стала достаточно именитым и популярным и я хочу как раз немножечко об этом поговорить сегодня рассказать его кратенько об этой истории но и конечно же высказать свои мысли и так я уже вам как сказал история произошла это 24 ноября 1971 года в этот день к стойке регистратора регистратор с аэропорта компании нордвест ориент аэрленс в аэропорту портлинта подошел человек вот фоторобот его вот такой вот маслом собой понимали вот такого вида человек подошел назвался дэном купером купил за 20 долларов билет в один конец на рейс 305 это рейс длительностью полчаса портлинд сиэтл занял свое место но с его местом сейчас очень много вопросов нас непонятно то ли 18 с то ли 18 д то ли 15 д но это где-то в хвосте самолета короче там сзади он это место значит занял самолет был полупустой наполняемость была небольшая и на восьмой минуте полета он он был с портфелем этот человек до одетый в галстуке там белой глажной рубашки достаточно респектабельно выглядев цель на тот момент он закурил видите в то в то время в самолетах можно было курить ввелся достаточно спокойно и на восьмой минуте передал записку стюардессы которая находилась с ним рядом в откидной в сиденье она сидела при видимо там как раз ее место на время этого полета полет недолгий в принципе то долги записку она подумала что это возможно телефон там человек хочет ну как бы пристает мужчина бывает такой чё женщины привыкли к этому естественно она не стала так сказать его разочаровывать его записочку в карман положила типа спасибо ну возьму ладно так и быть все равно не по званию естественно про себя наверное на подумал а может быть наоборот по решила что смотри какой мужчина может быть с ним стоит и пообщаться но он ей сказал вы горит это записочку почитаете потому что там горит интересная информация стюардессу звали флоренс шафнер я забыл сказать да вот и она начать достала записку в ней было примерно написано что там у меня в портфеле бомба я готов ее в любой момент взорвать но в общем я хочу чтобы сели рядом со мной почему примерно потому что эту записку он потом у стюардесса забрал с ее слов только ее слова могли это подтвердать что вообще существование этой записки она пересела рядом с ним и попросила показать бомбу действительно ли она у него есть не но тут опять разночтение что она возможно сначала все-таки командиру экипажа обратилась там каким-то образом передала информацию что человек тут с бомбой летит пугает что-то хочет и командир сказал ей мол ну проверь там может он врет да может он блефует то есть информация опять такая знаете обрывчатый непонятная на мусто материал то уголовного дела нам как бы сейчас недоступна и нам приходится немножечко пользоваться тем что просочилась в печать и каким-то образом стало известно ну неважно в общем она просит показать бомбу этот дэн купер открывает портфель показывает содержимое там какие-то порядка 8 баллончиков каких-то красных там провода в общем что-то такое ну явно похоже на какой-то самодельно взрывное устройство по крайней мере сослов вот этой стюардессы тут конечно для меня странно как она себе представляет взрывное устройство и как она могла определить действительно ли это похоже на какое-то самодельное взрывное устройство или это какой-то муляж но она же как бы не сапер ну ладно давайте пока сначала все-таки я вам немножечко эту историю вкратце так совершенно расскажу она подтверждает значит что да есть бомба и значит этот дэн купер говорит вот передайте капитану мои требования значит садимся в сиэтле 200 тысяч долларов мне при соприк приносите 4 парашюта приносите и мы летим дальше в мексику сразу хочу сказать что 200 тысяч долларов на тот момент вот по тому времени есть сейчас их перенести вот в это время по покупательской способности по эквивалентности она равно примерно где-то миллион ну больше миллиона долларов вы понимали то есть это очень серьезная сумма денег но как бы с ним решили согласиться власти потому что кому охота мало ли какой шизик вдруг действительно взорвет сейчас пассажиров всех уничтожит и в сиэтле приземлились при этом долго летали часа два летали над сиэтлом пассажирам старались ничего не говорить само там технические проблемы летали для того чтобы как только приземлиться сразу передать ему необходимую сумму и парашюта это было одно из его требований сумму если вот при посадке ему сразу это не передадут он взрывает самолет и отказать сказали что все готово самолет приземлился к заднему трапу у этого самолета есть некий задний трап как и у многих наверное сегодня подъехали подъехал чиновник местный подвез значит парашюты один это было то 5 требования купера деньги необходимы вот эти привез все это передали чиновник просила пустить его на борт купер категорически отказался склонение не идите гуляй когда он все это получил потребовал чтобы это сладо заправка максимально быстро заправку все это сделали сколько мы там немножко тоже было задержки он даже опять по угрожал что и сейчас вот вы заправку не сделаете я взорву опять быстренько этот вопрос тоже решили отпустил всех пассажиров он отпустил отпустил двух стюардесс в том числе вот эту флорен шафнер и еще одну стюардессу элис хэнкок вообще давайте я сразу скажу что в самолете присутствовал экипаж а вот я вам просто перечислил кто именно там был чтобы вы понимали что экипаж самолета состоял из командира естественно уильям скотта 51 год очень опытный пилот 20 лет проработал в этой компании второй пилот уильям билл рад тачек борт инженер гарольд эндерсон стюардессы или хан как кино маклоу флорес флорен шафнер 20-23 лет вот кино маклоу осталось и остался борт инженер второй пилот и командир корабля а две стюардессы вышли вот на таком этот вот фотография этого самолета фотография 29 декабря ты 972 года сделано чтобы понимали это боинг боинг 727-51 когда проведена была дозаправка и когда уже все было готово дэн купер открыл начать заднюю дверь задней тропу заднюю дверь на погрузочный вот этот люк и выдвинул лестницу заднего тропа и сказал взлетать командир отказался но дэн купер сказал что в принципе взлететь можно и но не стал спорить закрыл все-таки но это говорит о том что он принц и он не очень неплохо очень хорошо и доска разбирался в конструкции боинга и кстати когда они подлетали в сиэтлу он стюардессы показал места он узнавал места объяснял что вот это вот такой район ауди играет база ввс естественно не все знают ну на тот момент знали о базах ввс соединенных штатов а их местонахождение и то что он знал эти места то было сразу предположено что он безусловно имел отношение к авиации возможно даже был военным летчиком но еще раз повторяю боинге он неплохо разбирался его конструкциях его возможностях это и дальнейшая показала и отсюда и появились еще несколько версий стоит а либо пилот может быть даже боинга бывший может какой-то работник компании боинга уволенный по каким-то причинам ну либо военный летчик почему военный летчик и уже сказал базового с он знал где находится вот в этих местах ну и там еще по некоторым признакам которые я скажу дальнейшем взлетели полетели в сторону на мексике но сказали что однозначно не хватит что придется еще до заправляться он сказал ладно ладно да направимся по дороге ничего страстного лететь горит надо на высоте 3000 метров три километра не вышла скорость тоже там минимальная какое только было возможно для этого самолета его сопровождало 5 военных истребителей 5 военных самолетов сопровождать полетели старая следить за этим полетом в приводе в определенный момент дэн купер сказал всем зайти в кабину пилота закрыть дверь но не так чтобы закрыть полу на досок а просто закрыть слабо она была доступна кабина и иначе если вы дверь закроете я взорву самолет но как обычно до этого угрозы вот стюардесса зашла туда кабину тоже и как-то загорелась лампочка вдруг как том каком-то определенном моменте что открыть все-таки задний люк по радиосвязи командир обратился куперу все ли там в порядке он там крикнул все в порядке выходить не надо потом хвост самолета резко дернулся даже прислой вид выравнивать самолет вышли вы ну вышли посмотреть чё там за ситуация и в салоне нету дэна купера задний люк открыт лестница выдвинута и нет парашютов 2 а у оставшихся подрезаны лямки сразу хочу сказать по парашютам 100 забран был почему-то самый старый парашют из тех четырех усто удивило принесли хороший достаточно он взял почему-то именно самый самый был устный а второе запасным он взял вообще макет парашюта и по ошибке ему принесли то есть это не был парашютом просто как бы для учебное такое некое пособие и любой человек который прескал прески делал с парашютом он бы обязательно заметил вот этот парашют что это макет а он не настоящий и вот это тоже удивило следствие и по всей видимости он спрыгнул самолета в определенный момент существует компьютерная реконструкция прыжка дэна купера самолета чтобы вы примерно понимали как себе это представляет следствие с представлял и представляет до сих пор с тех пор никто и никогда не видел дэна купера но вот этого человека который был на фотороботе вот плакатах присутствует о розыске фбр выпустила естественно такие плакаты и самое удивительное никогда нигде не появлялись в обороте деньги которые были ему переданы естественно они как бы не были меченными он требовал чтобы они не были помечены но это как бы выполнили но серии и номера то их естественно переписали и это же понятно принципе он должен был это понимать что везде были разосланы что с такими сериями с такими номерами если купюру у вас появится вот во все банки во все где только можно вы сразу же должны значит сообщать полицию вот никогда нигде до сих пор с такими номерами сериями доллары нигде не появлялись они час даже есть в интернет доступе все выложены для всех всеобщего заряну все знают что все знали какие именно доллары надо проверять какие номера какие серии было предположение что возможно он просто разбился потому что выпрыгнул он там в самый грозовой момент там был ливень никто из летчиков военных сопровождающих не видели момент прыжка не заметили сказали да нет ничего мы не увидели принципе это объяснимо густая облачность и темное уже время суток и это нами вообще говорит о том что он прыжок в этот момент это было откровенным самоубийством и потому что прыжок в никуда непонятно куда ты летишь куда-то приземляешь ночью не видно просто понимаете вместо приземления можно попасть на дерево в воду там не знаю на скалу ориентироваться невозможно и было естественно предположение что скорее всего просто где-то погиб его очень долго всю эту территорию вот возможность вероятного прыжка обыскивали нашли даже скелетированный останок скелетированные останки некой девочки подростка которая потерялась там несколько недель до этого события в какой-то заброшенной там хижине но никаких следов нет ничего вот присутствие дэна купера найдено не было но есть такой факт который все-таки возможно доказывает или дает предположение что дэн купер все-таки выжил возможно это то что 10 февраля ты 980 года на восьмилетний брайн ингрэм отдыхая на реке колумбия на пляже кинобар значит в песочке копался для костра там пытались откопать вашему луночку и наткнулся вот на такие купюры которые были уже в общем совсем плохом состоянии достаточно как потом говорят эксперты где-то как минимум год они где-то в воде побывали причем по всей видимости они не не были закопаны в этот песок а их просто прибило туда течением и потом занесло песком как предполагается экспертами всего там была сумма 3800 долларов самый ну и казалось бы это могло быть свидетельством того что но все-таки наверно разбился деньги вот выпало ли выпали и куда-то уплыли но опять самое удивительное что в одной из пачек не хватало 10 купюр и опять возникает вопрос куда они делись то но явных кто-то вытащил но уступать что перевязанной резинкой а то что резинка еще не истлела отсюда и взяли что что она ну не более там двух лет эти пачки могли бы находиться в воде эти купюры потом поделили между страховой компании вот этих авиакомпании и в нашедшей семьей пополам там 14 купюр забрал себе фбр для того чтобы доказать для своих начать уголовного дела кстати потом он вырос и вот этот мальчик он на аукционе 15 купюр продал за 37 тысяч долларов ты неплохо как говорится на этом наварился и вот здесь опять загадка если он приземлился ну что он выбросил эти деньги стали как так получилось почему а где остальные тогда деньги куда они то делись почему они бы не были найдены и еще долгие поиски начать в этих местах так и не выявили никаких следов купера вот если совершенно кратко про эту историю после за все это время исследования было много предполагаемых преступников вот например один из тех на кого были подозрения у фбр что вот это возможно например некий рак рак страев рак страй если я правильно говорю называю фамилию роберт очень принципе похож на фоторобот достаточно да кстати еще у самое для меня лично вот удивительное что на купер оставил галстук которому он был вот который мы видим на фоторобот и галстук вот он его оставил в салоне самолета вместе с булавкой тоже загадка ну зачем чем он тебе мешает и это улика там было много следов днк по моему порядка 66 но они тоже ничем следствию не помогли было предположение что это может быть вообще была женщина и но это как отдельная история потому сколько предположение существует и книги уже написаны на эту тему и много чего высказано кто за это и что но груза в 2016 году следствие было приостановлено потому что уже фбр сдались и сказали но мы не можем найти никаких следов не можем ничего понять кстати пропали окурки которые были на борту улики вот и как в несколько окурков были забраны как улики и по не пропали якобы тоже удивительное следствие начать фбр странное и до сих пор ломают голову проводят независимое расследование последнее по моему 2017 году проводилась всяческими исследователями но так и ответа на эту загадку нет что я думаю по этому поводу вот какая у меня появилась сразу же первоначально мысль насчет вот этой истории какая моя версия событий не знаю вот почему даже не могу сказать из каких вот у меня таких побуждений почему-то у меня сразу возникло ощущение некой инсценировки опять скажите да ну ты ильдар ты вечно ищешь инсценировку а потому что я всегда стараюсь идти простым путем не искать сложности не искать черную кошку в темной комнате и мне вот такое впечатление а не умышленно ли это все не создание ли это никого мифа не спектакль ли это проведенный командой экипажем вот этого самолета ведь если задуматься то именно они могли провернуть вот это дело легко и просто объясняю как один из членов экипажа если это мужчина их трое там как минимум либо бортинженер либо второй пилот например маскируется гримируется каким-то образом создает себе вот такой образ и как пассажир заходит в салон самолет экипаж остальное заходит ну как экипаж в принципе даже тот же самый вот бортинженер и второй пилот на мой взгляд могут зайти в составе экипажа потом по какой-то причине покинуть самолет ну при найти причину можно сколь угодно быстренько сгонять переодеться и подняться уже в виде купера либо это могли сделать стюардессы например та которая осталась на борту самолета и вы уже наверно дальше мою мысль понимаете то есть один из членов экипажа продолжает играть роль никого угонщика да потому что с ним общается только стюардессы до сиэтла например пассажира никто не в курсе вообще что происходит и что там за история не он сидит в конце сзади где-то там есть правда показания одного пассажира но он кстати по-другому совершенно описывает одежду и прическу и очки купера отличается его описание от описания стюардесс это тоже вызывает некие вопросы ну и все потом когда пассажиры выходят остается там только экипаж и вот здесь уже совершенно свободно и легко можно изобразить исчезновение человека то есть взять его вещи ну кроме галстука куда-то в какую-то сумку спрятать среди вещей самолета экипажа самолет либо в определенный момент действительно куда-то сбросить но для этого нужен соучастник то есть для этого нужно некое возможно вот и стюардесс которая должна рвануть или кто кто-то еще вместе с деньгами тогда у скидывать рвануть туда и подхватить одежду сумку с деньгами и часть денег например выбросить в реку для того чтобы создать иллюзию что вот приземлился вот деньги вот ищите насколько это моя версия состоятельно сказать сложно сказать сложно тут есть моменты безусловно которые надо думать надо обсуждать надо их как-то ну решать но я считаю что вот инсценировка вот такое ограбление как как будто бы выдуманное оно вполне могло иметь место и вполне могли разыграть этот спектакль вот члена вот этой команды напоминаю по тем временам сумма очень хорошая очень приличная но эквивалентно где-то миллион двести тысяч сегодняшним деньгам и поделить это я не знаю поделить на 6 человек по сегодняшним меркам например 200 тысяч долларов получить человеку почему бы это и неплохо почему они нигде вот эти купюры не проявились на территории соединенных штатов америки но это тоже объяснимо ну люди летают постоянно куда-то за пределы сша могли потихонечку вывозить вот эти деньги с собой и там где-то в каких-то экзотических странах обналичивать я считаю это не проблем ну вот наверное вкратце вот эта история самая загадочная из и единственное неразгаданное авиа ограбление на территории сша ну и наверное мои какие-то мысли которые мы безусловно можем обсудить поэтому пишите комментарии высказываетесь ставьте лайки подписывайтесь кто еще не подписался ну а мне только остается сказать до новых встреч друзья поэтому Продолжение следует...